Автопробег вокруг Москвы по 14 городам региона. Такую масштабную акцию 4 и 5 мая провел Совет ветеранов Московской области. Мероприятие было посвящено 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и поддержке военной спецоперации на территории Украины. Также акция проводилась в рамках подготовки к празднованию 35-летия ветеранского движения Подмосковья. Автопробег стартовал из Щелково от мемориала «Аллея Славы». Отсюда выехали первые три автомобиля, к которым в дальнейшем присоединились другие участники. Первую остановку сделали в Воскресенске. И всех нас объединяет любовь к нашей родине, ее героической истории, гордость затратные трудовые свершения старших поколений, уверенность в достойном продолжении наших лучших традиций молодежью. В каждом из городов, куда пребывали участники акции, проводились митинги и возложение цветов к мемориальным комплексам. В Домодедово в торжествах участвовали члены патрульных расчетов, которые провели показательную смену караула возле памятных обелисков. Адресами для автопробега выбрали города, где фашистские захватчики в 1941-1942 годах были остановлены на подступах к Москве и разбиты. Это Подольск, Можайск, Нарафаминск. Выступавшие на митингах представители ветеранских организаций рассказали о том, какой вклад внесли жители городов в Великую Победу. Фашисты называли Нарафаминск калиткой к Москве. Пройдя Нарафаминск, дальше не было ни одного заградительного узла, который бы сдержал фашистов. Это была прямая дорога на Москву. Воины 33-й армии очень мужественно здесь сражались, и они не пропустили фашистов за эту речку Нараф, которая находится сзади нас. Колонна протяженностью почти в километр состояла из более 35 автомобилей. Одним из адресов была деревня Петрищево, где участники акции возложили цветы к месту казни Зои Космодемьянской. Юной партизанке, совершившей подвиг. Вереница автомобилей, украшенных флагами, сделала по Московской области большой круг, проезжая через города, знаменитые своей героической историей. Через Волоколамск, Клин, Дмитров, Сергеев Посад и Ногинск. Завершился автопробег в Звездном городке. Его участников здесь приветствовал дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Волынов. Я хочу вас поздравить от тех ребят, которые были и отдали свою жизнь. Этому замечательному дереву освоению космоса. Я хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. И пусть молодые ребята смотрят и равняются на первый отряд космонавтов. Автопробег, проведенный в этом году, уже второй по счету. Причем нынешний в два раза больше по протяженности. И сейчас, и в прошлый раз, помогали регулировать построение автоколонны и соблюдать режим движения сотрудники Щелковского автоклуба «Бравес». Инициаторы акции Совета ветеранов Подмосковья намерены такие автопробеги проводить ежегодно. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.